На протяжении пяти дней работы лаборатории талантливые режиссеры из России и Беларуси сражались за звание лучшего и право показать свои работы на сцене Брестского театра «Кукол». Лекции, мастер-классы, практикующих режиссеров и приглашенных экспертов – все для обучения и обмена опытом в театральной среде. Для участия в проекте экспертная комиссия определила четырех разноплановых участников из Беларуси и России. Вот эти все дни, которые мы наблюдали за работой ребят, уже очевидно, что не первая лаборатория и не первая их работа. Они умеют и подать материал, и, что очень важно, они умеют работать с профессиональными актерами, артистами. Главные цели экспериментального проекта – поиск новых современных театральных форм и раскрытие талантов молодых режиссеров-кукольников. Режиссерская лаборатория – это популярный формат, который позволяет, по-первых, дать мощность режиссерам поспробовать, працовать в театре, а по-другому – керавницам театра. Самые актеры могут познаемиться ближе с режиссерской манерой. Перед актерами и режиссерами стояла важная задача – за короткие сроки создать качественный продукт. И они с этим успешно справились. Работа проделана грандиозная. У нас работают параллельно на четырех площадках четыре режиссера, каждый со своим материалом. Все отрабатывают какие-то интересные приемы, пытаются найти новые принципы, новый язык выразительности. Каждый из участников сделал свою уникальную постановку. Молодой режиссер из Санкт-Петербурга Екатерина Тихонова для своего будущего спектакля взяла бандитские стихи Руальда Даля. В нем необычно обыгрываются сюжеты известных западноевропейских сказок. Здесь набор маленьких сюжетов и, наверное, было интересно еще как-то их скомпилировать вместе, чтобы они были не только вкусны по отдельности, как есть, а как-то это еще приправить. Маяк на Омаровых рифах – еще один эскиз, который представил режиссер Дмитрий Богданов. Сюжет развивается в апреле 1945 года. Завершается Вторая мировая война. Маяку запрещают светить, чтобы не указывать путь вражеским кораблям и самолетам. Старики Агант вместе с Чайкой Александрой показывают зрителю фрагмент своей жизни. Я оптимист, я верю, что, несмотря ни на что, какие бы темные времена во всех смыслах и проявлениях не происходили, что рано или поздно они закончатся и все-таки свет победит потом. Лучшим, по мнению экспертного жюри, стал эскиз для моноспектакля «Белорусский» Анны Яковлевой. Девушка родилась в Минске, а обучается режиссерскому делу в Москве. Рассуждения о музыке, душе, человеческом теле и природе Леонардо да Винчи вдохновили молодого режиссера на создание уникальной постановки. Вот такая вот логичка. А годы создаются течением рек. Эффект чеховского ружья – нестандартные приемы и объяснение высоких материй простым и понятным языком. Все это приковало внимание зрителя и стало решающим фактором для победы. Этот эскиз Брестский театр «Кукол» возьмет за основу для будущего спектакля.